Какая она? Еда в школе и детских садах. Чтобы рассказать об этом, руководство предприятия «Школьное питание» пригласило журналистов на пресс-тур в рамках нового проекта «Город. Предприятие. Люди». Правда, показывать само производство продуктов съемочным группам не стали, но ознакомились с лабораторными процессами, после которых пища попадает непосредственно в образовательные учреждения. Попадет ли продукт в тарелку ребенка? Этот вопрос решается в производственной лаборатории. Напитки, мясо, молочные продукты и десерты. Вся еда, согласно Санпину, должна пройти проверку до готовки и после. Прежде чем мясо выгрузить на складе при поступлении, мясо проходит лабораторный контроль внутренний. После того, как мы определяем мясо на свежесть, на доброкачественность, даем добро складу выгрузить данный товар. Так мясо после реакции на ферменты должно приобрести синий цвет, иначе продукт не свежий. Следующий этап – вскипятить его в воде и оценить цвет бульона. Запах, внешний вид, консистенция – все должно соответствовать норме. Если даже хотя бы один анализ отрицательной продукции бракуется, не допускается к реализации. Что касается обедов, то их компоненты доставляют в школу готовыми. Лук и морковь заранее шинкуют, картофель чистят. Некоторые мясные блюда, такие как котлеты и пельмени, поступают в замороженном виде. Супы привозят нам в вакуумной упаковке, повара доводят до кипения, заправляют сметаной, ложат мясо цыпленка или фрикадельки. Мясо, а это только говядина и курица, привозят нарезанным. По словам руководства предприятия, его закупают в мясокомбинатах Агрызе, Елабуге и Заинска. Продукты готовятся за день до отправки их в школы и детские сады. Детское питание – это щадящее питание, считается. Не диетическое, а щадящее питание. То есть там нет ничего жареного, нет ничего острого, нет майонеза, нет даже перца черного, нет уксуса. Все готовится на пару. Меню составляется на две недели. Завтра, например, часть школ получат картофельное пюре с котлетой, компот и банан, другие свежие помидоры, кашу ячневую с говядиной и напиток из кураги. К слову, цена на одноразовое питание для младших классов неделю родителям обходится почти в 230 рублей, для старших – чуть более 250. Мне больше всего нравится плов, особенно школьный. Тут вкусно готовят. Мне больше всего нравится все. Бывает, нам дают макароны, котлеты, гречку и мясо, компот и чай. Я люблю куриные котлеты с гороховым пюре. Помимо основного питания для школьников и учителей в продаже имеются вот такие боксы, которые производятся также на предприятии «Школьное питание». Вот эта порция состоит из котлеты, пюре и маринада и стоит она всего 43 рубля 10 копеек. По статистике, 90% челнинских школьников питаются платно. Остальные обедают за счет дотации от государства, которая составляет 6 рублей 80 копеек в день. Ландыш Капранов, Андрей Баслаков, Челны, 24. Ландыш Капранов, Челны, 24.